Туда же есть про наркоманию, игроманию. Ну, ты снимаешь или что? Да. Это зверство, это просто отвратительно. Вот недовольный блогер перед вами, смотрите. Да блин, жарко! Жарко, да-да-да. Человек идет с аудиогилем, и надо идти за ним и слушать, что он говорит. Пошли. Русский? Русский. Русский обрабатывается антипермитным составом. Друзья, привет! Мы сегодня находимся в замечательном месте. Это храм Истины. Мы только что прошли экскурсию, которая длилась, наверное, 40-45 минут и была включена в стоимость билета. Я вам сейчас расскажу, где мы взяли билет, во сколько нам это обошлось, стоит ли вам посещать экскурсию, а потом мы посмотрим уже здесь все поподробнее. Поехали! Итак, друзья, давайте я вам немножечко расскажу, что здесь происходит. Мы в храме Истины, и вот в таком виде сюда нельзя, конечно же. Вам нужно закрыть колени и... Макс, скажи привет. Привет. Коль что тут. Да. Плечи. Нужно закрыть плечи и колени. Это обязательно. На входе, даже не в храм на входе, а на входе в комплекс, стоит злая тетушка, которая вас по этой причине может не пустить. Там же можно взять парео или купить. Я не поняла, как это работает. У нас с собой были футболки, поэтому мы просто... Ну, я сверху надела, и все, и пошла. Вот, если у вас с собой есть какой-то платок, ну, просто возьмите его. Блин, нафиг тут платить деньги, если можно взять с собой. Что вообще тут за место такое? Храм Истины. Это сооружение, которое строится уже довольно длительное время. Здесь очень красиво. В чем вообще смысл этого храма? Тайцы строят этот храм, чтобы донести своим потомкам... Потомки, это же не предки, да? Тайцы строят этот храм вот уже 40 лет. С одной простой целью они хотят рассказать потомкам простые истины, которые являются такими столпами, на которых можно построить здоровое, нормальное общество. Ну, и в том числе семью тоже, как ячейку общества. Внутри очень большая экспозиция, мы ее сейчас вам навставляем. Там сюжеты, которые рассказывают какие-то истории, показывают, что к чему приведет. Ну, то есть, если мы все будем эгоистичными, как это будет смотреться со стороны, какие последствия могут быть у того или иного отношения к себе или к окружающим. Если вы сюда едете, обязательно посмотрите расписание экскурсии на русском языке. У нас сегодня была экскурсия в 11.30. Ходил таяц с аудиогидом. У него был такой плеер с колонкой. И, собственно, он просто периодически на английском нам что-то рассказывал дополнительно, показывал, где что находится. Но основная часть на русском, и даже если вы совсем не знаете английского, вы хотя бы будете понимать, о чем все это. Потому что, если вы не будете этого понимать, вы просто зайдете и увидите кучу-кучу-кучу красивых элементов, которые будут совершенно не связаны для вас между собой. Хотя на самом деле, ну, то есть, тут можно идти и увидеть, да, какую-то картину с конфуцием. Казалось бы, при чем здесь конфуцием? Мы в буддистском храме, вообще где-то далеко. До конфуции как до Китая. Но на самом-то деле рассказывается, ну, наверное, про образ жизни конфуция и про его взгляды. То есть здесь все вот это пропитано философией. И поэтому сюжеты есть не только какие-то буддистские, а здесь много индуистских богов, которые тоже символизируют какие-то вещи, которые относятся к тому, что пытаются донести тайцы до всех. Для нас и в том числе для своих малышат, которые в будущем будут сюда ходить. Что нам говорят тайцы про это место? Когда мы приходим сюда, первое, о чем сообщает гид, одно из первых, это что храм строится без гвоздей. Строится, потому что, да, его строят 40 лет и уже заново реставрируют. То есть здесь и стройка, и реставрация идут одновременно. При этом нас уверяют, что в храме нет гвоздей. Ну, как нет? Почти нет. Частично гвозди все-таки есть. Вот, кстати, например. Смысл в чем? Как нас заверил гид, в основном гвозди используются либо на еще недостроенных элементах, либо, может быть, там, где идет реставрация, и потом эти гвозди постепенно заменяют на их собственную вот эту вот систему скрепления деревяск между собой. Мы сейчас будем выходить, покажем вам, как работает эта система. Ну, если говорить про какие-то личные впечатления об этом месте, субъективно здесь очень спокойно и приятно находиться. Внутри играет такая умиротворяющая музыка. Это даже не музыка, я не знаю, ну, просто какой-то такой фоновый звук. Очень приятно. Со статусом этого места даже до сих пор не определились. Это как бы и не храм, но при этом нужно закрывать плечи и колени, когда ты заходишь внутрь, хотя, казалось бы, это скорее похоже на музейную экспозицию. По-моему, у нас на бухлетах так и написано, что это музей. Очень много действительно красивых фигур ручной работы, потому что каждая завитулечка на этом храме, это все сделано вручную мастерами, все это выпилено, вырезано. Очень красиво. Правда, когда, ну, вообще, в целом, когда осознаешь, сколько труда сюда вложено, с какой, наверное, любовью и отдачей нужно это делать, действительно масштабы поражают. Ну и, конечно, если вы будете в ПТЕ, то это место, куда надо бежать прям сразу. Вот мы сегодня здесь первый день полный, и вот уже утром я онлайн натыкала себе эти билетики. Билеты. Если вы приобретаете билеты офлайн, то есть прямо здесь в билетной кассе, то они будут стоить вам 500 бат за взрослого человека. Но мы оформили билеты онлайн, мы нашли сайт очень легко, мы просто зашли в Google отзывы по этому месту, и там ребята писали, что они оформляли билеты вот на этом сайте, я не помню, как он называет, я вам сюда напишу. Это обошлось нам примерно в 350 бат с человека, у нас списали за двоих 22 доллара. Мы бронировали день в день, то есть я платила их в 9 утра, в 11 мы уже были здесь, мы подошли к кассам, где написано онлайн-букинг, соответственно, показали свою бронь, и нам выдали бумажные билетики, которые вам нужны, чтобы пройти на территорию комплекса. Учитывая цену, я в принципе не вижу смысла покупать билеты офлайн, если вы просто можете натыкать на сайте, это заняло у меня, наверное, минут 5, и сэкономило нам, ну, прилично денег, сейчас пойдем на них обедать. Еще здесь очень много картин, которые повествуют нам о том, что идет вечная борьба в мире добра со злом, и что очень важно, на какую сторону ты встанешь, ну, в плане, что добро всегда побеждает зло, это и так всем понятно, но, тем не менее, тут, знаете, очень много сюжетных таких историй на тему, с какими людьми ты общаешься, туда они тебя и приведут, ну, то есть, тут даже есть про наркоманию, игроманию, но все это завуалировано именно вот в этих вот деревянных красивых фигурах, которые очень заточены под древность, выглядит прям очень классно. Да, весь храм выполнен из дерева, разумеется, ну, и, как мы говорили ранее, без применения гвоздей, как бы с применением, но не до конца, ну, и вроде как их достанут, ну, то есть, вы поняли. Прямо рядом с храмом есть кафе, и я бы не сказала, что здесь какие-то бешеные цены, они, конечно, выше, чем в городе, но, тем не менее, зато у вас есть возможность поесть с замечательным видом на храм истины. Тут можно помыть руки, ой, как хорошо. Еще, вот вы вышли из храма, и вы не знаете, куда девать свои каски, так вот, вы можете оставить их здесь и ходить, бродить, гулять вокруг храма, любоваться его красотами, но уже без каски. Ну, и, соответственно, зону тоже можно положить сюда, а можно здесь его взять, чтобы пойти обратно не по солнышку. Как тебе храм? Крутой храм, я думаю, зонтик с тобой возьму. Возьми, возьми, не помешает. Холодные напитки тоже есть, есть смузи по 80, есть холодный кофе 100, 90, 80 бат, что, собственно, не так уж и дорого для такой туристической точки. Но эти слоны прямо вот около храма можно покататься на слоне. Также слона можно покормить. Связка бананов стоит 100 бат, ну, а удовольствие поездить на несчастном животном стоит 400 бат с человека. Но делать этого мы, конечно, не будем. Там опряжка с лошадьми, ну, серьезно. Катаются, я видел. На корете. На чем катаются? На корейте. Вот. На корейте тут можно покататься. Еще при входе тоже конюшни с лошадьми, сейчас мы их немножечко поснимаем. Даже можно погладить, они там подходят поесть к определенным локациям, и там можно потрепать лошадку за гриву. Очень миленькие они там. И вот везде скульптуры, статуи какие-то. Мы сюда шли, считай, и бежали, потому что опаздывали на экскурсию. На обратном пути можно рассмотреть детально. Макс говорит, красивые виды. Выглядишь прекрасно просто. Жаль, зонтиком кружевной. А здесь находится святая святыха. Это та самая мастерская. И отсюда начинается экскурсия, если вы пойдете на экскурсию, где делают своими руками мастера вот эти вот замечательные образы из дерева. Ну и не только образы, и еще все составляющие храма. То есть это как раз то, с чего начинается местная стройка. Здесь такой большой-большой цех. Здесь можно гулять, снимать, и даже разговаривать с мастерами. По-моему, здесь можно даже немножко попробовать с ними поработать. Так выглядят будущие части храма. Сейчас они с колоченными гвоздями, но в будущем их сделают как раз по местной технологии, чтобы скрепление было доступно без гвоздей. Смотрите, сколько девчонок работает. Очень много девушек. Очень много девушек зарабатывает. Смотрите, сколько девчонок работает. Я строила храм истины. Так что, друзья, мастера сами вам предложат, даже просить ни у кого ничего не нужно. Просто сами предлагают вам поучаствовать в строительстве прекрасного. Так что не отказывайтесь. Будет что детям рассказать потом. Они когда съездят, скажут, я его строил. Короче, классно. Очень круто здесь все сделано. За такие деньги, эмоции, вообще через край. И так, как нас уверял экскурсовод, вот это используется вместо гвоздей. То есть, когда нужно скрепить именно что-то друг на друга. Используются вот такие вот штуки, гвоздей. Ну, вы поняли. А в основном фигуры крепятся вот таким вот способом. То есть, здесь вырезаются такие фигуры в дереве. И получается такой крепеж, то есть, оно никуда не вылетает. Все остальное тоже я не запомнила, что тут, где, как и юзается. Поэтому вы можете сами посмотреть и выбрать для себя метод использования данных агрегатов. И вот тоже. Это еще такое. Как говорится, в великом ручках на соплях. А, вот, еще. Это же макет, кстати. Очень большой макет. Прямо истинный. Вот. Все, идем. Я устала и хочу есть. И жарко еще. Ну, ты снимаешь или что? Уважаемые товарищи, большое спасибо, что провели эти 4 часа. Представляете, мы тут по одному храму ходили 4 часа. Камбоджа. Неделя на Камбоджу. Нам месяц там понадобится, кажется. В общем, дорогие товарищи, спасибо, что прогулялись с нами. Я надеюсь, вам было интересно и как минимум красиво. Ну, рассказать я интересно не могла, я понимаю, но красиво. Красиво. Точно. Ну, вы поняли. За многочасовые скитания по жаре можете поставить нам лайк. Если хотите дальше смотреть на этот кошмар, можете даже подписаться. В общем, всего самого наилучшего, приятных путешествий. Все, пока. Пошли, пожалуйста, и ездите. Вообще, каждый раз моя реакция, когда я вижу слонов на цепи, которые просто не могут сойти с места и на месте топчутся, пытаются пройти дальше, у них не получается. Если вы из тех туристов, которые любители покататься на слонах и позаниматься вот подобной херой, это зверство, это просто отвратительно. И не надо мне сейчас писать о том, что есть деревни слонов, где их лечат после вот этого всего. Не было бы вот этого всего, глядишь, и с слонами все было бы в порядке. Не понадобилось бы так много реабилитационных центров для животных. Продолжение следует...